Так, решила я опять продолжить точечную роспись, потому как это мне занятие очень понравилось. Тем более можно обновить уже имеющееся изделие таким образом и вторую жизнь им дать, например. Мне особо понравился, конечно, здесь чёрный. Он придаёт выразительность, белый. Я ещё не все попробовала цвета, но стремлюсь к этому, да. Вот тут у меня есть зелёненький глазочек, можно попробовать зелёный использовать. Не знаю, как будет это смотреться хорошо или уж слишком оляпист, если я тут зелёный применю. Это у меня обложка на автодокументы. Так, я, наверное, не с той стороны пошла. Посмотрим, что из этого получится. Можно, конечно, следовать определённым каким-то уже узорам готовым. Но я пока, как сказать, пробу пера учусь. Может, не с этого, конечно, надо было начать, а как раз-таки с готового трафарета, что ли. Но я почему-то решила начать с того, как сердце мне подсказывает, так скажем. Ну, хотелось бы, конечно, какую-то определённую систему использовать, да. Но вот на самом деле я что скажу. Вот эти вот, которые я купила, контуры. Здесь иногда очень сложно контролировать размер капельки. Они то одинаковые получаются, а иногда раз с пикой вылезет, или большой, больше, чем остальное. Вот это я пока не знаю. То ли эти контуры не очень хорошие, то ли я пока ещё не очень умею их использовать. Но релакс довольно-таки сильный, занимательно всё это дело. Хотелось бы не только, конечно, на обложках попробовать, но и, например, вот на тарелочках каких-то на посуде. Вообще хочется попробовать делать посуду, но пока я ещё к этому не пришла. Мне, конечно, хочется здесь использовать белый, но и зелёный. Вот тут, видите, у меня вот такой вот бирюзовый, а там другой цвет. Как бы, не знаю, как пойдёт. Но цвет вообще очень классный, красивый. И, кстати, вот этот вот тюбик выдавливается довольно-таки равномерно. А вот чёрный как раз-таки неравномерно, и бронзовый тоже. Неравномерные капли, особенно бронзовый. Ну, знаете, от чего, наверное, это зависит от консистенции краски. То она погуще, и тогда вот это как в чёрном выходит, красочка пиками. Ну, в целом на картине не очень это заметно, но если разглядывать, то видно. А вот бронзовый, там красочка, видимо, пожиже, и тогда уже получается капелька более размазанная. А вот тут вот в этом бирюзовом получается идеальная консистенция, и капли получаются все одинаковые. То есть, ну, можно, наверное, заметить, что капельки одинаковые идут. И сразу более аккуратно выглядит работа, конечно же, нежели капельки разные. Я только сказала, но это я, наверное, не дожала. В общем, меня это занятие очень увлекает. Результат, как что получилось, я на бусте загружу, да, и, ну, через какое-то время выйдет, через сколько-то, наверное, месяцев, получается, выйдет в блоге моей дизайн-команды, в которой я состою. Потому что мы задание, естественно, делаем заранее, чтобы вдохновлять всех остальных на творчество. Поэтому до публикации, естественно, нельзя показывать готовую работу. Поэтому у вас вариант либо на бусте посмотреть, как же у меня получилось или не получилось. Мнений напишите в комментариях. Или дождаться, когда у меня состоится как раз презентация этой работы. Но это будет, я вам скажу, даже не в сентябре, потому что на сентябре уже работа сделана.